В 2007 году материнский капитал составлял 250 тысяч рублей и к 2012 увеличился практически на 55 процентов. В текущем году мамы могут получить уже почти 453 тысячи рублей. Сумма большая, поэтому всех родителей волнует вопрос, как обналичить материнский капитал. С этим связаны больше всего проблем. Белых схем государством предусмотрено совсем мало. Поэтому родители нередко прибегают к помощи мошенников или сами пытаются прокрутить аферу с детскими деньгами. О том, как получить материнский капитал законно, а также о схемах, которые явно закону противоречат, мы поговорим сегодня в эфире программы «По существу». И у нас в гостях управляющий республиканским отделением Пенсионного фонда России Роза Кондратьева. Роза Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Обналичивание материнских капиталов – самый актуальный вопрос на сегодняшний момент, наверное. По закону невозможно обналичить материнский капитал. Как известно, семья может использовать его исключительно либо через пенсионный фонд, либо через банки. Многие считают этот процесс долгим и запутанным. Так ли это? И какие документы нужны для получения материнского капитала? А также, что конкретно можно сделать своим сертификатом? Федеральный закон о государственной поддержке семей, имеющих детей, принят еще в 2006 году. Начали реализовать с 2007 года. За этот период утверждены все правила обращения за сертификатом, обращения за распоряжением средств материнского капитала. И все направления прописаны нормами правил, утвержденными правительством Российской Федерации. Ну, я напомню, средства материнского капитала направляются на три жизненно важных направления. Это, прежде всего, улучшение условий жизни. Второе направление – оплата обучения детей, либо за содержание детей в дошкольном учреждении. Третье направление – это на накопительную часть страховой пенсии, получается, матери, владельца сертификата. Но первые два в нашей республике направления востребованы. Случаев обращения матерей о направлении средств материнского капитала на накопительную пенсию пока в нашей республике заявление не поступало. Хотя, в целом, по Российской Федерации это направление также стало востребованным. Некоторые, ну, все-таки, однако, матери, зная, что рискуют, они все равно связывают с различными организациями, обещающими обналичить этот капитал, ну, конечно же, не бесплатно. Бывает, что сумма гонорара таких организаций достигает 70% от материнского капитала. Что делать в таком случае материн? Ну, средства материнского капитала вообще можно воспользоваться после достижения ребенком, по случаю рождения которого, или усыновления, трехлетнего возраста. Раньше этого времени можно воспользоваться средствами материнского капитала в случае направления на погашение кредита, полученную на улучшение жилищных условий и уплату процентов по этому кредиту. Ну, в основном, в нашей республике сегодня востребовано улучшение жилищных условий. Порядка 98% обращений это на улучшение жилищных условий. Что касается организаций, которые могут выделить на приобретение жилья кредита, либо займы. Кредитное учреждение само по себе это подразумевается. Больше половины, значит, ипотечные кредиты, младежные всевозможные программы. Все участники этих программ могут получить и направить на погашение кредита. Значит, самым таким сложным является, законодатель также предусмотрел возможность погашения займа, выданные кредитными кооперативами, микрофинансовыми организациями. Таковые тоже они более такое большое процветающее распространение получили в середине 11-12 годов. В целях того, чтобы не было отвлечений средств материнского капитала, но неэффективного использования. В прошлом году усилил законодатель эту норму. Выделяется на погашение займов и кредитов, перечисленных на счет в банке заемщика. Это очень важный момент, и в связи с этим несколько ужесточилось. Просто так, налево-направо, займодавцы, в общем-то, не передавали. В том числе это озадачило и самих владельцев сертификатов, потому что при этом мы смотрим, мы практически читаем, если договор займа, мы видим только в наших договорах проходит сама сумма займа и проценты за пользование ими. Каких-либо других выплат, которые говорим об обналичке или больших потерь для матери, в этом договоре не предусматривается. Поэтому здесь это на совести самой матери. Благодаря тем суммам, которые сегодня государство выделяет, огромные суммы, вы сами сказали, это 453 тысячи в современных условиях, по ряду моментов почти половина квартиры, четверть квартиры. Это поэтому, чтобы по целевому назначению каждая мама использовала. Но, кроме этого, стало у нас востребовано в нашей республике использование средств материнского капитала на строительство индивидуального жилого дома, на реконструкцию дома. При этом, если предусматривается увеличение площади, больше, чем учетная норма по тем или иным поселениям, в таком случае мы решаем положительно. Поэтому сейчас такие случаи использования, обналички, то есть таковой форме обналички, получения денег на руки, по самой схеме использования средств материнского капитала практически они исключены. Но если не злоупотребляет мама в сговоре с взаимодавцем, у нас таковые случаи были, имелись тоже единичные случаи в нашей республике. В таком случае, о широком размахе я бы не сказала, но единичный случай – это на совести самих мам. Я надеюсь, остальные, имея в виду, что законодатель все-таки закрепил норму целевого использования, потом расширил возможность использования на обучение детей, на содержание детей в дошкольных учреждениях, такие механизмы сейчас практически исключены. Можно ли продать сам материнский сертификат? Я считаю, порядка продажи законодатель не предусмотрел, и вообще это в жизни не должно быть. Мы механизма не видим. Кому выдали сертификат, тот и обращается за выплатой. Все же сейчас все чаще можно слышать о том, что семьи пытаются обналичить материнский капитал в обход закона. По крайней мере, было такое раньше. Поэтому контроль за использованием материнского капитала должен быть либо ужесточен, либо снят вообще. Я так понимаю, что правительство, судя по всему, сейчас придерживается второго варианта. В интернете активно обсуждается информация, что семьи, имеющие право на мат-капитал, уже начали обращаться в пенсионный фонд за получением выплат в размере 20 тысяч рублей. Как вы можете вообще прокомментировать эту информацию? В настоящее время обсуждается вопрос выдачи единовременно средств материнского капитала в размере 20 тысяч рублей на неотложные нужды семьям, которые имеют сертификат. Пока законодательного закрепления нет, потому что все эти законодательные изменения требуются. Как будет только принято такое решение или изменение законодательства, правила выплаты будут определены. Мы широко проинформируем население. Я думаю, мы сможем выдать беспрепятственно. Ежегодно около 160-170 миллиардов рублей выделяется из федерального бюджета на материнский капитал. Его получили уже более 3 миллионов человек. Как обстоят дела в Чувашии с сертификатами на мат-капитал и сколько семей их уже получило? В нашей республике за получением сертификата обратилось почти 59 тысяч человек. Уже смогли воспользоваться правом распоряжения 35 тысяч человек. Практически благодаря этой мере поддержки наши семьи получили, где имеется такое право, более 11,5 миллиардов рублей поддержку. В том числе, надо сказать, 40 миллионов это на обучение детей и содержание детей в дошкольных учреждениях, а остальные все на улучшение жилищных условий. Как известно, закон о материнском капитале рассчитан на 10 лет и осталось 2 года до его завершения. Значит ли это, что сейчас семьям нужно поторопиться с получением сертификата за использованием капитала? Ну я думаю, поторопиться за получением сертификата я бы рекомендовала, потому что каждая семья, которая еще не приобрела право, возможность есть, это до конца 2016 года, период все-таки довольно-таки достаточно много. А распоряжаться, я думаю, не надо спешить, потому что право распоряжаться, обратиться за выдачей сертификата у семей, которых, в общем, до 31 декабря 2016 года родится второй либо последующий ребенок, у них будет позднее. И тем более распоряжаться этими средствами. Я считаю, к тому времени сумма капитала еще, наверное, увеличится, поэтому надо разумно воспользоваться. Ну что ж, Роза Алексеевна, большое спасибо за беседу. А я напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с Розой Кондратьевой, управляющей Республиканским отделением Пенсионного фонда России. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин